Сейчас на улице похолодало, впереди зима. Обострятся многие простудные заболевания. А также, как вернуть обоняние и вкусовые рецепторы после ковида, нам расскажет врач-отоларинголог Артемовской городской больницы номер один Вероника Мизанова. Здравствуйте, Вероника Журовна. Здравствуйте, Вероника. Скажите, какие лор-заболевания сегодня распространены и с какими из них к чаще всего обращаются пациенты? Ну, у нас есть сезонные заболевания. Сейчас это отиты, синуситы. А так, самые распространенные, это аллергические реакции, аллергические риниты. Это серные пробки, нейросенсорная тугоухость, хронические танзелиты. Это наши. Вопрос актуальный, мне кажется, для всех врачей. Часто ли встречаются запущенные случаи? Да, достаточно часто. Я думаю, в принципе, как у всех врачей есть запущенные пациенты, есть те, которые обращаются вовремя. Естественно, те, которые обращаются вовремя, самое благоприятное разрешение ситуации. Запущенными случаями занимаемся длительно, долго, упорно и не всегда это получается в лучшую сторону. Осложнение, наверное, представляет наибольшую опасность для маленьких детей? Да, для маленьких детей больше, чем для взрослых. Это связано с их анатомической структурой головы и особенностью строения слуховых органов, придаточных пазух носа, поэтому так. Говоря о последствиях, чем опасны заболевания уха, горла и носа, особенно если их не лечить? Опасно всем, вплоть до летального исхода. То есть, да, мы работаем с головой, она у нас очень сильно кровоснабжается, много сосудов, поэтому очень много осложнений. И мы хотим, чтобы наши пациенты обращались к нам вовремя. Тем более, есть такая возможность, особенно с лор-больными, можно попасть к врачу в экстренной ситуации день в день. Сейчас врачей достаточно, принимают всех. То есть, можно спокойно прийти пациенту и, я думаю, подлечиться? Да, именно так. А действительно ли лор-заболевания имеют сезонный характер? Да, имеют сезонный характер. Это связано с тем, что в переходный период лето-зима-весна получается так, что обостряются вирусные заболевания. И наши лор-заболевания, они чаще всего являются последствием недолеченных вирусных заболеваний, либо когда вирусная этиология уже превращается у нас бактериальную. И тогда уже приходим мы на помощь к нашим терапевтам и помогаем им. Когда необходимо обращаться к лору и какие симптомы нельзя игнорировать? Основные симптомы, которые нельзя игнорировать ни в коем случае, это гнойное выделение из носа. Это гнойное выделение из носа вместе с неприятным гнилостным запахом в полости носа, выделение сушей, как гнойные, так и геморрадические, резкая боль в ушах, боль лица, всего лица, головная боль, болезненность при проглатывании пищи, боль в горле резкая, которая может быть и как с температурой, так и без. Но сначала можно обратиться к терапевту, можно обратиться к терапевту в инфекционный наш центр, можно к экстренному терапевту обратиться, наши регистраторы уже распределят данных пациентов. И если есть необходимость, тогда и направят к лору. Лучше всего обращаться сразу же при малейших каких-либо симптомах и ОРВИ, и других, принимают терапевты, они распределяют дальше, можно попасть, в принципе, я думаю, к любому врачу день в день, если есть экстренная ситуация. По записи тоже, в принципе, запись небольшая, сейчас лор-врачей много и принимают в течение недели, полутора уже всех плановых даже пациентов, поэтому можно обращаться сразу же. А какие анализы лучше сдать и обследование пройти? Ну, это уже решает врач-терапевт. Если есть необходимость, для начала сдается клинический минимум, то есть это клинический анализ крови, биохимический анализ, анализ мочи, в зависимости от того, что беспокоит пациента. Если обычно ОРВИ достаточно будет клинического анализа крови, и то он нужен не всегда, потому что длительность процесса, она не показывает ничего в клиническом анализе крови, может быть, небольшое именно воспаление вирусной этиологии показать. Но так, как бы, сдавать все остальное нужно по рекомендации врачей самостоятельно. Лучше не идти без рекомендации, то есть это будет лишняя трата и финансовых средств. А как заболеваемость обстоит с гайморитом и с менингитом в зимний период? Ну, оно непосредственно связано друг с другом. Если у нас вирусная этиология, она недолечена, обычные вирусные сезонные заболевания, приходят пора синуситов и гайморитов, да, как мы называем. Есть они разные формы, это уже решает врач, то есть. И оно все лечится, но если же пациенты наши не занимаются с собой, они работают, я понимаю, что все работают и всем некогда, но лучше всего обратиться сразу, будет назначено лечение и не будет доходить до именно менингитов, да. Менингиты – это уже экстренная помощь, пациенты поступают, мы оказываем экстренную помощь в амбулаторном приеме и немедленно направляем по скорой помощи пациентов на госпитализацию уже. А как избежать таких заболеваний, что следует делать? Нашим пациентам нужно себя оберегать, то есть относиться более бережно к себе, нужно защищаться от именно ветра, да, теплее одеваться, нужно заниматься вирусными заболеваниями, когда у нас сезон сейчас начинается, то есть стараться не переохлаждаться, чтобы всегда были все органы наши в тепле, что тело, что ноги, что голова и так далее. Вот. И если же вдруг человек заболел, тогда стараться не лечиться самостоятельно, обратиться к врачу. Квалифицированная помощь, она намного лучше, чем самолечение дома. И тогда, соответственно, у нас будет ниже риск и смертности по бактериальным каким-то процессам, то есть это не только лорзаболевание, пневмония, это тоже осложнение вирусное, да, в нашей идеологии. Вот. И пациенты будут более здоровые. А какая заболеваемость сейчас в Артеме? Ну, вирусных заболеваний достаточно много. Ковида, конечно, у нас сейчас уже поменьше, но ОРВИ и ОРЗ также остаются на территории как Артемовского городского округа, так и, в принципе, Приморского края, да. Все лечится. То есть вирусные заболевания, они всегда были, они будут, осложнения также всегда были и будут. Но самое главное – лечение пациентов. То есть очень много пациентов раньше занимались самолечением. Сейчас, на самом деле, этот процент гораздо меньше, потому что помощь амбулаторная устроена так, что пациенты могут обратиться самостоятельно сразу же. Пациентов с вирусными заболеваниями принимают также день в день без записи. Не нужно ожидать там больших очередей и большого количества времени для того, чтобы обратиться к врачу. По осложнениям точно так же. Амбулаторная помощь у нас устроена так, что они могут обратиться, жители нашего города, день в день им окажут квалифицированную помощь. Для начала это терапевт. Терапевт разбирается на своем уровне. И дальше уже либо в плановом порядке, если есть необходимость экстренной помощи, то экстренной помощи оказывает узкий специалист. И, в принципе, это не только по вирусным заболеваниям, это, в принципе, по любой этиологии нашего организма можно так обратиться в нашу Артемовскую городскую больницу. А возрастная категория какая чаще всего обращается? Разная. И молодые, и пожилые, и дети тоже есть. Очень бывает часто так, что мама приходит с детьми, и параллельно болеют сначала дети в садах, потом заболевают уже родители. И обращаются все по очереди, и всем оказываем помощь. Давайте поговорим о слухе. А почему люди с возрастом хуже слышат? Это связано с тем, что у нас остончается наш нерв, через который именно происходит наше слуховосприятие. С возрастом, в принципе, как и мышцы, как и весь организм, он немножечко истончается. И за счет этого у нас снижается слух. Но помимо этих причин, есть еще много других. Это могут быть вирусные заболевания, это могут быть инфекционные, токсические заболевания. Это может быть просто банальная генетическая наследственность. То есть это могут быть заболевания позвоночника, заболевания головного мозга. Также гипертоническая болезнь часто приводит к снижению слуха. Гипертоническая болезнь на территории Артемского городского округа у нас достаточно большая. То есть очень много пациентов с данным диагнозом. Также у нас очень много пациентов с врожденной санциневральной туговухостью. Атиты. Очень много сейчас пациентов, которые ко мне приходят и обращаются за амбулаторной помощью. Тех, которые раньше никогда не занимались своим слухом. Сейчас они понимают, что слух снижен, обращаются. А там был хронический процесс, хронический отит. За счет этого перепонка у нас страдает, то есть образуется перфорация. И пациенты, соответственно, также плохо слышат. Это, как мы с вами до этого говорили, запущенные случаи наши. То есть ими тоже нужно заниматься. К сожалению, таких пациентов мы не можем вылечить. То есть как и с нейросенсорной туговухостью, в связи с тем, что у нас нервные клетки восстанавливаются частично, мы можем их поддерживать. То есть есть терапия, когда пациенты ложатся к нам на дневной стационар, мы им назначаем терапию, обследуем, и слух поддерживается на том уровне, который он есть. Тогда есть улучшение в том плане, что слух не снижается, остается для пациента благоприятным. Также можно слухопротезироваться. То есть это можно сделать через медико-социальную экспертизу, как бесплатно, если есть показания, соответственно, так и платно через центр слуха и речи у нас тоже это можно сделать. И это основной из способов, в принципе, во всем мире поддержания слуха. А если пользоваться слуховыми аппаратами, вот вы как врач рекомендуете или нет? Рекомендую, конечно. Это уровень жизни, это доступность наших пациентов в разговоре с окружающими, даже дома банально, те, кто у нас дома находятся, пожилые. Это восприятие окружающего мира. Я считаю, что если у пациента есть показания для слухопротезирования и носить слуховой аппарат, это нужно. Многие говорят о том, что если один раз надел слуховой аппарат, то уже слух будет ухудшаться. С него не можешь. Да. Это миф. Это неправда. Да, это неправда. Слуховой аппарат, если он необходим, его нужно носить, потому что вы не будете слышать. А привыкаете вы не к слуховому аппарату, а к тому, что вы слышите хорошо. Ну, я тоже так считаю. У меня вот тут с бабушкой так же. Она тоже думала, что это вредно, и это нельзя. Нет. Но нужно подбирать его грамотно, потому что если слуховой аппарат не подбирается, то в возрастных пациентах начинаются головные боли, недомогания, боли в ушах, и очень много разных дискомфортных проявлений. Полностью слух можно вернуть пожилому человеку или нет? Пожилому нет. Это не возвращается, это только поддерживается, как я и говорила, терапия. Но есть очень много молодых пациентов, которые у нас с хронической сенсоневральной патологией. У меня уже таких достаточно много. Они к нам могут переходить, допустим, из детской поликлиники в нашего взрослую и становиться на учет, или просто они не знали, что есть возможности хирургического лечения, то есть если это хроническая сенсоневральная тугоухость. И патология нарушения звука находится не в нервной системе, а больше на барабанной перепонке, когда нету проводника. Тогда это все восстанавливается. Нужно обращаться к лор-врачу, дифференцировать это все, понимать, от чего у нас слух сниже. Ну и тогда уже заниматься той патологией, которая была выявлена. То есть медицина активно идет вперед, не останавливается. И все хорошо. Ну и отлично. Давайте поговорим о ковиде. Как он влияет на обоняние и на вкусовые рецепторы? За счет заболевания именно ковидом у нас начинается отек в области наших нервных окончаний. То есть это обонятельные рецепторы, вкусовые рецепторы также. И за счет этого у нас появляется нарушение вкусов и запахов. Оно может быть как короткого действия, так и длительного, на большие периоды. Раньше мы говорили, период это до полугода, но бывают случаи, когда пациенты теряют обоняние и вкус на период год. Вот уже два года у нас прошло, и два года бывают, то есть длительные. Когда это происходит, обращайтесь к врачу. Вы можете с потерей обоняния обратиться банально к оториноларингологу. Вам назначат терапию. И обоняние, возможно, не вернется до конца 100%, но оно станет лучше. Оно станет лучше, чем было. Оно вернется частично. Либо же может вернуться полноценно. Это зависит уже от организма пациента. Поэтому нужно обращаться к докторам, не нужно заниматься самолечением. Настоятельно рекомендую не закапывать себе в нос все попало, что нам рекомендуют наши фармацевты, а заниматься полноценным лечением, назначенным доктором специализированным. Ну, правильно. В конце хотелось бы узнать простые советы, как не допустить развитие лорозаболеваний. Очень просто. Не нужно запускать вирусные. Не нужно запускать стоматологические заболевания. Очень много стоматологических осложнений, которые переходят на лорорганы. Нужно заниматься собой, нужно постоянно наблюдаться. У нас происходит очень много разных акций в поликлинике, как «Здоровые сердца». У нас была акция. И благодаря данным программам мы можем обследовать пациентов, выявлять нарушения. На начальном уровне это делает терапевт. И дальше уже распределяют по узким специалистам, если находят какую-то патологию. И тогда это все вовремя разрешается, и процессы не усугубляются. И в принципе, если вирусные заболевания, также обращаться вовремя к врачу, чтобы не допускать осложнений уже вирусных заболеваний. Это как и лоропатология, так и патология пульмонологическая и даже кардиологическая. То есть очень много всех разных заболеваний, которые, к сожалению, у нас взаимосвязаны. Потому что у нас весь организм устроен так, что он зависит от каждой системы. Где-то по чуть-чуть, и все взаимосвязано. Спасибо, Вероника Журобековна, что пришли и дали такую интересную и нужную информацию. Спасибо вам. Я думаю, что никто не будет заниматься самолечением, все будут ходить и проверяться. Все правильно. Приходите в поликлинику, вам окажут качественную врачебную помощь.